Сегодня у Советов территориального общественного самоуправления появилась возможность работать еще более эффективно, то есть активнее развивать свои микрорайоны. Теперь общественники могут рассчитывать не только на краевые финансы, но и на федеральные. Программа президентских грантов в работе, но участвовать в конкурсе могут лишь юридические лица. Для общественников этот нюанс не стал камнем преткновения. Они просто создали ассоциацию. Она помогает небольшим объединениям активистов оформить заявки. Для этого они пишут заявку проекта, в которой ассоциация оказывает юридическое сопровождение и помощь в написании данного документа. После того, как они написали, она проходит экспертизу, этот проект. В дальнейшем они получают президентский грант, то есть ту сумму, на которую они давали заявку для развития своей территории. Это могут быть разные направления, но основные направления – это, конечно, благоустройство, здравственное воспитание, социальная поддержка и так далее. Они должны обязательно быть прописаны в уставе. Для этого у нас сегодняшний семинар – объяснить людям, как правильно зарегистрировать устав. Президентский грант – это миллион рублей на благоустройство территории. Но задача ассоциации не только подготовить ТОСы Края к участию в федеральной программе и открытии в расчетные счета, но и в целом объединить, создать площадку, где общественники с активной гражданской позицией смогут делиться опытом и информацией. В Сочи – 75 ТОСов, и все они – активные участники различных программ – городских и краевых. В предыдущие годы у нас три ТОСа занимали первое, второе и третье места ежегодно. Мы получали денежные средства до 500 тысяч, 300 тысяч, в зависимости от занимаемого места. С этого года у нас будет все четыре ТОСа, уже получать, соответственно, каждый ТОС одного из четырех наших районов будет получать денежные средства, которые будут реализованы, начиная от благоустройства, занимая территории, на которых они находятся, плюс и деньги, которые могут тратиться их на содержание. И высадка деревьев, строительство спортивных площадок, придомовых. Ну, спектр очень широкий, поэтому это полезно для города. Первая идея заявки на участие в президентском гранте уже созрела. В случае победы ТОС Светлана предлагает открыть музей города-госпиталя. Сочи награжден Орденом Отечественной войны первой степени за вклад в победу, который внесли медицинские работники и в целом все жители города. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.